Вопрос в том, что здесь нужно искать из того, что любой дом, он начинается с фундамента. Каков фундамент, такой дом. И на сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что наши подвалы не совсем в порядке. И тут мне один на сайте написал, я не помню как его зовут, потому что фамилию и имя отчества не показывают. Наши знаменитые блогеры, они все анонимные. Если благодаря этому пиару будут в моем городе подвалы чистые, то я согласен этим пиаром заниматься. Поэтому в данном случае я хочу пройти все 14 домов своего округа и надеюсь, что мои эти действия побудят и других депутатов к этим действиям. Это раз. А во-вторых, хотелось бы отметить, что уже один из наших депутатов Книги-Сепского городского поселения Львова Татьяна Викторовна по своему округу тоже ходила. Уже пошла. И она тоже была на своем округе. И если так говорить, то она является инициатором этого проекта. Я его подхватил. Я могу сказать, что, например, взять Аптекарский 12. Там проблема с линьевкой, проблема с затопляемостью подвала. Я же все-таки баллотировался по этому округу. Я этот округ знаю. Я знаю его проблемы. Поэтому я и на примере своего округа. А проблемы моего округа, они такие же, как и соседи. Поэтому, когда еще в период своей предвыборной кампании, я обещал своим избирателям, что я серьезно займусь данной работой. Поэтому я это и реализую. Свои обещания депутатские реализуют. Где дождь, здесь появляется море, огромная лужа. Это проблема линьевки. На эту проблему мы тоже уже обратили внимание и занимаемся. И сегодня, кстати, между прочим, мы будем смотреть этот люк, который обеспечивает уход воды с этой территории. Ну и что тут нужно сделать для того, чтобы здесь воды не было. И моим пингисемпцам было комфортно и удобно находиться рядом со своим домом, проходить с ним. Вот здесь есть наш избиратель, пингисемпец, который знает эту проблему. И я ему благодарен. Кстати, очень настойчиво в период избирательной кампании эти вопросы передо мной ставил. И поэтому и критиковал меня, что, мол, якобы вот вы все такие депутаты. Значит, пока вас не избрали, а как-то сберут вот по своей проблеме. То есть то, что обещали, забывали. На территории моего округа работает управляющая компания. ООО-управляющая компания. Вот мы сейчас показываем вам, в чем вся беда и проблема. Здесь, получается, нужно еще что-то делать. Ну, если вот видите, здесь видите, какую нужно. А если поставить с более крупными, вода бы уже уходила, хоть частично бы меньше уже воды было. Для того, чтобы мне здесь поставить другую крышку, я должен обратиться в службу заказчика. Правильно? Ну что, подвал? Сильно крутит. Это вообще домовой? Это вообще домовой, да? Да, да, да. Ну, я смотрю, здесь вот новые стоят. Это, конечно, давление у 2,4. Вон тут, видите, какие-то пакеты. Так, ну с этим разберемся, уберемся. Надо убирать, ребята, это все очень, такие вещи опасные. Здесь посушим обещение. Что было, что было нарушено? Канализация встала, забилась на выпуске. Ну, мы-то так, с той стороны подойдем, или здесь можно пройти? Надо заставлять, чтобы судить. Да, а что там, какая проблема? А вот и в этом нужно было поговорить. Ага. Но все в порядке, жильцов не сильно беспокоит ситуацию? Сергей, расскажи, чего надо было, почему дома останавливать? Сборка у меня, как до вентиля потепло, от лежака, отопление. Просто там ночью могла быть авария, там же людей выводить пришлось бы. Ясно. Чтобы устранить службу и в избежание тепла. Ну, теперь же нормально, да? Ну, да, запускаем, прогоняем. Воздух, травлю. Вся утечка, которая у нас с теплового узла идет, она вот с обратной стороны стены образовала вот такое озеро, назовем по-другому. Ну, как, импровизированное озеро. Соответственно, что, все испарения идут... Ну, не озеро, конечно, а лужу. Лужу, да, но все испарения где у нас находятся? На первом этаже? Да. Люди получают дополнительное испарение в своей квартире. Я вот сейчас вот здесь прошу. Там вообще замечательно, песочек, вот так вот все оборудовано. Я говорю, вот так вот должно во всем доме быть. Вот так вот, как вот здесь. Вот эти провода должны лежать в кабель-канале. Ну, это понятно, но тут хотя бы так. А там вообще не болтаются ли все. А здесь же нужно правильно. Кондейки оставим те, которые нужно будет. Я сейчас в ней позвоню. Вот я могу сказать, что в этом доме очень большие отрезки, очень хорошо приличные. И изоляция сделана, и, значит, чисто, и все прочее, прочее. Вот сейчас нужно вот с этой задвижкой вам разобраться в этом доме. И, в общем-то, хорошо. Ну, вот там эти вот участки, там, ну, вот уже стекловату надо убрать, потому что, вы понимаете, пожары все. Потому что там, здесь уже движение есть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok